Спасибо большое, Николай Васильевич, еще раз, уважаемые коллеги. Спасибо за то, что вы нашли время приехать сюда в ВИН. Мне не дали показывать презентацию, поскольку знают, что самая короткая презентация, которую я показываю, длится минимум 40 минут, а реклама всего лишь 5. Но, как я сказал, в вступительном слове для нас очень важно именно живое общение с практиками, с людьми, которые непосредственно занимаются сельхозтоваропроизводством здесь. Мы концентрируем сегодня внимание на бабчевых культурах. Это наш первый, такого плана, первый инициатива, первый эксперимент. Отдельно хочу поблагодарить издательство Дома Крестьянин за то, что совместно мы эту инициативу реализуем. Ну, а также по тому вниманию и интересу, который я видел на поле, сегодня истинно рассчитываю, что этот первый опыт не станет последним. И мы продолжим наше взаимодействие в более спокойной атмосфере уже привычного ковида и других вирусов, которые впереди грядут. Мы ожидаем в связи с перенаселением земного шара одним видом человека разумного. Надеюсь, что он и дальше будет разумным. Буквально несколько слов о Федеральном исследовательском центре, Государственном научном центре Российской Федерации, Всероссийском институте генетических ресурсов растений имени Николая Ивановича Варёва. Ну, а попросту и широко известный во всем мире ВИР, бренд номер один в мире, связанный с генетическими ресурсами растений, с генетикой, с отечественным растениям и сельским хозяйством. Нам в этом году 126 лет ВИР исходно берет свое начало бюро по прикладной ботанике, которое было создано при Министерстве земледелия и государственных имуществ Российской империи, с первоначальной задачей вообще оценить, что возделывается на территории Российской империи и как сделать так, чтобы распределение семенного материала, сортового материала было бы более эффективным для борьбы с различными экологическими катаклизмами и препятствования возникновения голода в Российской империи. И та самая знаменитая коллекция, о которой говорил сегодня Генри Хатамович, она начала собираться еще до Николая Ивановича Валилова, вот преимущественно ориентировалась на ключевые культуры того времени, в первую очередь, условно, златовые культуры. В 1920 году, ровно 100 лет назад, это бюро возглавил наш великий предшественник, величайший соотечественник Николай Иванович Валилов. Почему я говорю величайший? Потому что в международном реестре великих людей мира только одна фамилия российской идет в ряду Дарвин, Мендель, Морган и, собственно, Валилов. И именно его результаты, результаты его команды заложили основу научной работы с генетическими ресурсами растений, что обеспечивает сейчас возможность нашего существования в том количестве, которое мы есть на этой планете, и перспективы дальнейшего существования. Поскольку, как я говорю, в Санкт-Петербурге, если говорить о величайших точках и величайших институтах для всего человечества, Эрмитаж и Милинский театр занимают второе и третье место, а первым идет ВИР, поскольку, если человек не поест и не будет материала для того, чтобы соткать холст и сделать пуанты, то, в общем, тяги к искусству просто не возникнет. Мы, как биологи, это хорошо понимаем. Так вот, именно Николай Иванович Валиловым была заложена основа научной работы с генетическими ресурсами, создан первый научно обоснованный генетический банк, разработана теория, подтвержденная на практике, центра происхождения культурных растений, на основе чего максимальное количество разнообразия культурных растений, а самое главное – диких родичей, тоже возвращаясь к тому, о чем говорил Генрих Адамович, либо при процессе доместикации происходит сужение генетического материала, генетического разнообразия, и если мы говорим о новых признаках введения в селекцию, а это все время необходимо, поскольку вместе с успехами селекции идет и успехи эволюции патогенов, вредных организмов, плюс меняется климат. Так вот, дикие родичи, они, собственно, несут разнообразие генетического материала, который мы постоянно вводим в селекцию. И заложенная Валиловым идеология развития нашего федерального центра продолжает сейчас развиваться, уже с использованием современных методов, современных технологий, но повторяю, что основные глубинные идеи были разработаны именно нашими соотечественниками, нашими предшественниками в 20-х годах прошлого века. Институт можно охарактеризовать четырьмя словами – это мобилизация, или поиск генетического разнообразия, начиная с экспедиции Валилова по всему миру. Мы продолжаем институционные исследования, мы работаем здесь тоже отдельно, может быть, немножко не мейнстримный, как говорят, аспект сегодняшнего разговора, но работа с людьми, кто занимается выращиванием растений на местах, регионах, в части поиска каких-то старых, локальных сортов разновидностей растений, и включение их в коллекцию – это тоже одна из задач, и мы на всех встречах обсуждаем, общаемся с коллегами. Если вы знаете о каких-то интересных сортах, которые сохранились в садах пожилых людей, в каких-то хуторах, мы с большим интересом собираем эту информацию и берем в коллекцию эти крайне важные и интересные дела. Ну, плюс обмены между генетическими банками, работать с инфекционерами, в любом случае постоянная работа по расширению коллекции, сохранению вот этого разнообразия. Второй момент, кроме мобилизации, это, собственно, сохранение. Это та огромная работа, которую ведут наши опытные станции по поддержанию схожести всей коллекции. Коллекция сейчас нас считывает свыше 320 тысяч образцов. Это исследование новых методов долгосрочного хранения. Это и сохранение чистых культур инвитра, это долгосрочное холодное хранение. Это первый и единственный в России крио-банк культурных растений, где мы поддерживаем наши коллекции вегетативно размножающихся культурных растений. Третье слово – это изучение. Вся коллекция необходима именно для того, чтобы мы детально понимали, какие признаки полезные несут объекты, сохраняемые в коллекции, для того, чтобы мы их регистрировали. Сейчас мы, безусловно, стараемся разобраться, что лежит в основе, какие гены, генные комплексы или генетические механизмы влияют на проявление тех или иных признаков, как мы можем манипулировать этой генетической информацией для того, чтобы ускорять селекцию. То есть вот это изучение разнообразия каждого конкретного образца – это третья фундаментальная основа нашей деятельности. И четвертое – это, собственно, использование этих знаний. Преимущественно, конечно, ГИР работает именно над тем, чтобы выделить чистые линии, чтобы понимать, какие признаки у каких образцов у нас имеются и предоставить эту информацию селекционерам. Но мы, как вы видели, сегодня занимаемся и селекцией, особенно там, где у нас есть исторически сложившиеся селекционные школы. Сегодня вы слышали выступление одного из наших патриартов, Геда Хардовича Тихоновича, одного из основателей, продолжателей известных ГИРовских школ. И вот развитие этой селекционной работы для нас сейчас особенно важно после, в общем, достаточно длительного периода сложных лет, когда все усилия наших ученых, специалистов были преимущественно направлены на то, чтобы сохранить коллекцию и взирать, да, не благодаря, а вопреки сохранить эту коллекцию. Сейчас государственное внимание в отношении развития сельского хозяйства, восстановления селекционной работы, семеноводства, все-таки увеличивается и появляются дополнительные ресурсы для того, чтобы вести селекционные работы. И у нас появляется возможность возвращаться к прямому общению с теми, кто является потребителем, в том числе прямым или опосредованным результатов наших научных исследований и нашей научно-практической работы. У ВИРа есть целый ряд программ, которые мы сейчас развиваем. Это и генетические ресурсы для продовольственной и технологической безопасности. И здесь, собственно, акцент на селекцию и семеноводство, элитное семеноводство, которое осуществляется на станциях. Программа «Мир для здоровья, генетические ресурсы растений для здоровья и долголетия» это задача возвращения староместных, стародавных сортов непосредственно в регионы, сортов, отличающихся, может быть, более низкой производительностью, но более высоким качеством по составу получаемой продукции. И введение их в селекцию для того, чтобы получать уже современные сорта, отличающиеся повышенным качеством продукта. Мы довольно много работаем сейчас по оселерению, по продвижению на север различных культур, в том числе пахчевых культур. И вот в этом году идет эксперимент по оселерению арбузов, ды, в том числе селекции Кубанской ободной станции. Мы работаем над тем, чтобы на основе выделяющихся интересных объектов создавать новые сорта для высокотехнологичной обработки и уборки. И, конечно, особое внимание, и опять я возвращаюсь к той основе коллекции староместных, стародавных сортов, собранных еще до химизации, пистидизации сельского хозяйства, то есть до Второй мировой войны, это в части развития органического земледелия, на продукцию которого, по крайней мере, в крупных городах России существенно повышается спрос. Но это, если говорить о мире такими очень крупными мазками, то я все равно основой его является коллекция, еще об одном аспекте забыл, но он логично как раз и завершит мое выступление. Если говорить о нашем взаимодействии с зрениями и мелкими кинхозтоваропроизводителями, причем мы тоже, на что мы тоже сейчас делаем акцент, поскольку как биологи знаем, что биологическое разнообразие – основа стабильности, точно так же, как и бизнес-разнообразие – основа стабильности экономической. Так вот, возвращение и введение в практику разнообразия сортов различных культур – это не только поддержка бизнес-разнообразие, но это и еще один аспект сохранения коллекции. То есть то, что называется «он-фарм» или «сохранение в использовании», тогда, когда материал не только хранится в коллекции зипа, но и используется и воспроизводится в различных хозяйствах, тем самым сохраняя то самое внутривидовое или внутрисортовое генетическое разнообразие. Еще один очень важный мировой тренд, и мы готовы сотрудничать с вами, коллеги, и по этому направлению тоже. Еще раз большое спасибо. Я дальше постараюсь зафиксировать все те пожелания, проблемы, вопросы, которые будут сегодня поставлены, или те, которые не будут поставлены сегодня, но возникнут в последующем. Мы открыты к сотрудничеству, мы открыты к самым разным предложениям, интересам, и даже если мы не сможем где-то помочь сами, мы восстанавливаем нашу сеть партнерства и сотрудничества с другими академическими институтами, практическими институциями организации сельского хозяйства в стране, и я думаю, что практически все вопросы мы можем найти, ответы внутри нашей системы. Спасибо. Алексей Алексеевич, вы сказали о прямом потребителе, который может к вам обратиться. Вы имеете в виду не только селекционер, но и даже и фермер? И куда обратиться? Вот если, допустим, у фермеров в этом зале или у наших зрителей на портале Агромок, в наших изданиях возникнут вопросы, куда обращаться? Тут вопрос, вернее, ответ тоже будет многосложный, поскольку идея довольно многосложная. Значит, создание опытных станций, примерно, которые мы присутствовали, еще Николай Иванович инвалидов, он подразумевал не только поддержание коллекции ведения селекции, но и ведение семеноводства. Соответственно, если есть интересующие сорта, то можно обращаться непосредственно на станции в ВИР, Центральную штаб-квартиру, в качестве возможности приобретения семян высокой репродукции. Причем кое-что, что называется, уже есть сейчас, а что-то, мы надеемся, в качестве примера сегодня, может поступить и конкретный заказ, планы работы, семеноводческой работы, например, Кубанской станции на следующий год для того, чтобы произвести семена интересующих сортов. Более долгосрочная перспектива, тоже наша встреча с различными сельхозтоваропроизводителями, о каком запрос рынка, в чем, в каких свойствах определенных культур для конкретных регионов, есть запрос. Повторяю, здесь селекция, и мы работаем сейчас тем, чтобы ускорять селекцию следующего поколения с применением современных технологий, сокращать период между инициацией и работой и созданием сорта с конкретными качествами. Но вот это тоже тот заказ, который мы ждем и который мы готовы обсуждать с сельхозтоваропроизводителями, то, что мы делаем с промышленными переработчиками растительного сырья, для организации конкретной направленности селекции под либо особый запрос, либо особый интерес. Работы в части непосредственно селекционеров государственных научных учреждений, образовательных учреждений, эта работа никуда не делась с самого начала, имеют возможность запрашивать у нас образцы необходимые им для селекции. Повторяю, сейчас это пока не нормативно не проработано на государственном уровне в отношении частных селекционных компаний, но государственные селекционные центры обращаются к нам и безвозмездно получают образцы. Только в прошлом году порядка 5000 образцов из коллекции мы таким образом предоставили селекционерам для уже ведения конкретной селекционной работы непосредственно в организациях. Ну и проекты, которые мы сейчас начинаем развивать, вот этот проект, связанный с то, что называется сохранение в использовании, здесь мы пока не можем предоставлять весь сектор коллекции, поскольку не имеем на это права. Но все те сорта, в том числе стародавние, которые зарегистрированы на ВИР, они потенциально могут предоставляться по договору для того, чтобы воспроизводить, производить эксплуатную продукцию и при этом поддерживать и сохранять их культуру. Мы прорабатываем сейчас разные механизмы, единых схем для этих новых проектов еще не существует, они в стадии разработки, тем более нам интересно конкретное сотрудничество и конкретные интересы от потенциальных производителей, с которыми мы можем наработать опыт для того, чтобы в последующем превращать это уже в какие-то нормативные решения. То есть производить продукцию для собственных нужд или уже для своего бизнеса и сохранять сорт? В принципе, концепция, которая называется сохранение в виде использования, она подразумевает не только для производства, для собственных нужд, но и, например, это продать, такое возможно, но, можно сказать, что еще примеров конкретных у нас нет. Мы как раз хотели бы наработать, в том числе, как мы можем это осуществлять в рамках действующего законодательства нормативных актов Российской Федерации. Мы сейчас таким образом, да, отчасти начинаем работу, в том числе с государственными организациями национальных парках, государственных природных и культурных заповедников, но непосредственно фермерские хозяйства также очень представляют для нас здесь. Отлично. Скажите, к зале, вот, пожалуйста, задавайте вопрос. Скажите, пожалуйста, значит, вот вы сказали о семеноводстве, есть ли сорт под патентом, как вы будете урегулировать этот савтор? Отдавать сорт под патентом на семеноводцев, как этот вопрос вы будете урегулировать савтор? Я имею в виду, что не принадлежит патент этому заведению. Это Юрий Алексеевич задает вопрос, я понимаю, тогда. Мы осуществляем семеноводство, естественно, прецизионным договором, если это семеноводство, принадлежащее нам сортов, то, соответственно, селекционное достижение, то мы осуществляем работу в рамках нашей деятельности с соответствующими выплатами нашим сотрудникам. Если это семеноводство, ну, как, например, здесь на Кубанской станции осуществляется, и Алексеевич может подробнее рассказать, то это по лицензионным договорам, соответствующими лицензионными отчислениями правообладателям соответствующих сортов. Тотович, вы на себя берете этот вопрос, я почему говорю, вот, к примеру, сорт, созданный, скажем, астраханскими коллегами, он есть у вас в коллекции, кто-то пришел, попросил у вас эти семена для семеноводства. Вы любезно предоставляете, но сорт охраняется патентом, только в основном принадлежит коллегам в Астрове. Как вот этот момент предоставляет? Нет, мы предоставляем, еще раз, это научная коллекция. Мы не предоставляем сорта для семеноводства из коллекции. Сорта, если вы не образцы из коллекции, предоставляются селекционерам для введения научно-селекционной работы в рамках договора в соответствии с действующими законодательством, действующими проектами. Это понятно, просто у вас, я включала в докладе, что вы готовите новые проекты вот именно в этом направлении, в поддержании сортов и используя, как говорится, производственников, их мощность. Еще раз, значит, конечно, в первую очередь я говорю о тех сортах, которые являются продукцией ВИРа, пусть имеется в виду, является фактор-поддержателем, но также есть достаточно большое количество образцов, которые уже время действия, соответственно, правовой охраны, на которые завершено. Но здесь, опять же, не говорить, поскольку нормативная база сейчас для такого рода действий не проработана, мы не говорим о передаче образцов для ведения семеноводства. Здесь есть потенциально другие механизмы, это и возможность гибридизации интересных, зато, соответственно, выведения линии. Ну, я, наверное, не буду сейчас раскрывать все потенциально возможные пути, но, безусловно, мы действуем исключительно в рамках правового регулирования, которое действует на территории Российской Федерации. А на себя брать не будете ответственность в складе заключения лицензии? Не лицензии, а потенциально. Я понимаю, что это практика. Вот, например, возьмите поиск, взял сейчас на себя потенциально по эфирке. Авторство давно-то неизвестно, он есть, они взяли для себя потенциально. Вы такое делать не будете? Я понимаю, да, мы именно сейчас прорабатываем вопрос, каким образом можно взять это на себя, то есть на государство. И обратно, то, о чем вы говорите, мы прорабатываем с положительной точки зрения и, на самом деле, с отрицательной. Потому что ключевая задача – сохранить ту коллекцию, которая есть, и те образцы, которые есть, в широком доступе для российской селекции, для российских селекционеров. Не позволить отдельным частным компаниям запатентовать и забрать право использования этого материала исключительно в одни руки. Мы, повторяю, мы сейчас активно прорабатываем эту задачу. Пока не могу вам сказать примерные сроки, когда мы это сделали, но это реальная проблема, которая стоит. И я рассчитываю, что все-таки в течение ближайшего года мы это отрабатываем. Спасибо. Вопросы о Алексею Алексеевичу? Еще в зале о Роману Александровичу. Пожалуйста. Сидя, можно же, да? Да, да. Были ли в течение 10 лет из коллекции проданы семена за Ублеж? Нет, не были. Могу сказать, что я работаю в течение двух последних лет. Есть достаточно большое количество публикаций, средств массовой информации, якобы о продаже коллекции Рокфеллером, Ротшильдом, кому еще. Мы провели подробные исследования, только мы на рекомендах и компетентные органы. Таких случаев не зафиксировано. Если говорить о хранилище судного дня на Шпицбергене, которое было создано в рамках ООН за деньги норвежского правительства, то туда в свое время были направлены порядка 7 или 8 тысяч образцов, это есть 320 тысяч таких, как так сказать, стандартных образцов, но та шумика, которая была поднята вокруг этого, она с одной стороны прекратила направку, с другой стороны направление образцов, а с другой стороны не имеет под собой особого основания. Хранилище судного дня на Шпицбергене, оно сравнимо с банком, это не генбанк, не исследовательское учреждение, это, по сути, как ячейки в банке, то есть поместив туда какой-то материал, только тот, кто поместил этот материал в ячейку, имеет право его забрать. Это было сделано, опять же, исходя из общих соображений как техногенных, так и тематических катастроф, Россия, Российская Федерация является полноправным членом ФАО, ПУДАДА ГРИТАЛКА Организация или Организация по сельскому хозяйству и продовольству и Организация Организации 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 и тоже принимала решение о целесообразности создания такого хранилища. Сейчас, повторяю, мы не направляем туда образцы, мы прорабатываем вопрос о создании, возможно, аналогичного хранилища в Якутии. Эти планы, на самом деле, далеко давно забыты и старые, это было еще 83 годы, но непосредственно сохранение материала, лидовской коллекции, оно осуществляется минимум в трех дублетных повторностях, в разных местах, в разных типах хранения, поэтому мы стараемся минимизировать риски потери. Что касается продажи коллекции зарубежных, такого не происходит, но, безусловно, до 2018 года, до момента всплеска вот этого интереса средств массовой информации, у нас активно шел обмен, но обмен на паритетных условиях, не только количественных, но и качественных, с другими генбанками мировыми, но это стандартная практика. К сожалению, территория Российской Федерации не захватывает ни один из центров происхождения культурных растений, поэтому привлечение в коллекцию, и, собственно, в нашу селекционную практику нового генетического материала из этих центров и из других регионов мира, оно во многом зависит от возможности обмена. И ВИР, все равно, еще, как говорится, с временем Николая Ивановича Вавилова, активно использовал этот инструмент, и я надеюсь, что, как только мы сейчас отработаем в вопросах внутреннего законодательства регулирующего обращение генетическими ресурсами растений, мы вернемся к этой практике получения интересного селекционного материала из-за рубежа в обмене с другими генбанками. Очень интересный вопрос и, тем не менее, интересные ответы. Спасибо.